Хей, товарищи мои дорогие, с вами Дмитрий Змиван Геймс и, конечно же, у нас смотр новой тачки. Тачка Джеймса Бонда из лохматых годов. На самом деле, тут есть небольшая загвоздка, как люди пишут, так и я, в принципе, уже разобрался. В общем-то, если мы зайдем на сайт, зайдем в Warstock, то тут мы увидим эту машину непосредственно. GB700V. Вот так вот она выглядит. 1965 года стал любимой машиной пьяных британских шпионов. То есть, вот такая вот тачка. Она не зря продается на военном сайте, потому что на нее можно установить пулеметы и не только. И, конечно же, ребята, я думаю, мы ее сегодня и посмотрим. Купим и посмотрим. Итак, покупаем ее. Лям 470. На самом деле, немало. Но пускай, пускай будет так. Так, давайте ее, как всегда, наверное, в мастерскую, а там уже посмотрим. Если нам понадобится ПКП, то мы его вызовем тогда. Так, покупаем. Все. Лям 470 ушло. Но, ребята, хочу подметить одну тему. Если вы зайдете на Legendary, то за 350 тысяч есть практически такая же машина. Чуть-чуть другая. Единственное то, что здесь стоят заранее пулеметы, но они бутафорские. Если вы не знаете, то в сюжетной линии у нас было такое задание с ограблением, где надо было пять машин украсть. И одна из машин была на киностудии. Вот как раз это. Но в сюжетной линии у нас работали пулеметы и работали шипы, которые сбрасывает машина. Чем и пользовался Franklin в конце. Здесь же это все не работает. Это просто вид такой у тачки. И нам добавили, считай, то же самое с подпиской W к названию. Где мы, конечно же, можем уже все это поставить. Ну что ж, поехали. Ну что ж, ребят, давайте смотреть, наверное. Давайте-ка глядеть. Она у меня в черном цвете. Не обращайте внимания, если хлопает. У нас Новый год как-никак приближается. В общем-то, машина, конечно, на любителя. Давайте сделаем вид от первого лица. Машина, соответственно, для тех, кто любит подобные тачки. Ретро. Конечно же, у нас нет четырех мест. Только два. Деревянные панели. Это очень здорово. Раньше они часто использовались. И вот такой вот видок у машины. Конечно же. Выглядит неплохо, скажу. Есть машины, которые у меня вызывают негодование вообще в GTA Online. Но эта тачка выглядит нормально по сравнению с ними. Давайте-ка ее, наверное, тюнинговать. Я не знаю, смогу ли я здесь все установить, что мне надо. Но мы попробуем, по крайней мере. Тут у меня есть все мастера, которые нужны. Итак, броня. Блин, что за свет какой-то странный, блин. Прям слепит. Сюда броню я поставлю. Наверное. Да. Давайте сюда поставим. Хотя, знаете, рекомендуют не ставить. Для обзоров рекомендуют, конечно же, броню не трогать. Ну, давайте потрогаем. Так, сказал. Давайте пока потрогаем. Так, это я не буду делать. Фары. Фары, фары, фары. Наверное, не будем тоже трогать фары. Номера. Номера у нас, как всегда, все по схеме. Окраска дополнительная. Вот, дополнительное оружие. Давайте окраску трогать не будем. Оставим ее черной, наверное. Номерное или можно сделать такой под металл. Я хочу попробовать, подожди, сделать металл. Вот так. Вот. Вот это мне нравится. Вот именно темное. Вот так вот. О, отлично. Ну, это, опять же, мое мнение, ребят. Вам, может, это не понравится. Дополнительное оружие. Шипастые. Скользкие. Я даже не знаю, ребята. На самом деле, знаете, шипы прокалывают колеса, и тем самым, тем самым ты начинаешь, там, тебя заносить начинает скользкие. Они сами по себе, конечно же, скользят, то есть, без прокалывания шина. Ну, не знаю. Давайте самые дорогие поставим. Почему нет? Так, дальше. Что у нас есть? Подвеска заниженная, полуспортивная, наверное, заниженная, да? Трансмиссия, конечно же, максимальная. Турбонадув максимальный. Оружие. Вот, вот что я хотел. Пулеметы, смотрите. Мы ставим пулеметы за 115 тысяч. Так, и колеса. Колеса я даже не знаю, стоит ли трогать. Они так, в принципе, неплохие. Да, наверное, оставлю я колеса на данный момент. Стекла, вообще, знаете, говорят, что такие тачки затемнять не имеет смысла. Но я поставлю вот так вот, наверное, да. Потому что совсем темные не хочу. А вот поставить так, чтобы чуть-чуть было, это вполне нормально. Ну, что, покидаем арену. Посмотрим, что мы там наделали. То есть, на арене все тюнингуется. Если у вас в ЛС Кастомсе не будет тюнинговаться оружие, тогда нужен ПКП или Эвенджер. Так. Теперь надо понять, на какие кнопки что делается. Ну, то, что пулемет здесь будет где-то, это понятно. Он где-то здесь должен, по идее, выбираться. Я не знаю. Вот пулемет. Ну, пулемет, понимаете, это самая хрень. Самое слабое, что может быть. То есть, пулемет это такая чушь, которая на транспорте не помогает обычно. То есть, она обычная. Ну, да, он стреляет. Но, понимаете, оно довольно-таки бесполезно в большинстве своих случаев. Так, теперь мне надо понять, как скидывать мины или шипы или что-то. Так, не на Е. На Х? Не на Х. А на что делается? Или это выбирать надо? Да нет, не надо выбирать. Так, секундочку. Понятия не имею, ребят. Перетыркал все кнопки, посмотрел все настройки. И почему-то не могу скинуть ни шипы, вот, или что это, там, мины. То есть, вот это средство противодействия скинуть никак не получается. В селекторе оружия выбора нету, ничто не работает. Я не понимаю, почему так. Так, возможно, ну, недоработка Rockstar, либо я что-то не так делаю. Хотел посмотреть, если честно, все это дело. Но, как видите, ну, все поперетыркал, и ни хрена у меня не работает это дело. Ну, действительно, действительно не работает. Не знаю, может быть, это... А-а-а... Это пригибаться. В общем-то, не знаю, ребята, как мне активировать эти мины, или что там. Не работает, не могу понять. На все жму, ничего не пашет. Может быть, нужны условия какие-то. Может, он работает только тогда, когда за мной гонится кто-то. Да я сомневаюсь на самом деле. Вот давайте копов подагрим. Эй, копы. Идиот, блин. Ну ты идиот. Я не помню, на что это работало именно в той игре. Но здесь это никак не работает. Е у нас это обычный сигнал. Остальное все не работает. Не вижу. Не вижу как. На колесико-мышке тоже ничего не происходит. Открывается телефон у нас. В общем-то, ребят, если знаете, напишите. Потому что я все перетыкал, все перепробовал. Даже настройки смотрел. Просто не работает. Может, именно этот вид, если шипастые поставить, заработает. Хрен его знает. Так, стоять. Ах ты, падла. Не убежать и не скрыться, да? Ничего, мы еще посмотрим. Блин. Да, ну не с такой движухой, когда тебя носит вдоль и поперек, конечно. Так, ну что ж, ребят, давайте-ка, наверное, двинем к нашему... К нашему гаражу. И там, наверное, закончим. Так или иначе. Я думаю, проверять на прочность ее не стоит. Она взорвется от чего угодно. Это не бронированный транспорт. Так что, наверное, все-таки как-то так. По управлению, ребят, скажу. Ну, типичная спортклассика. Где-то ее носит, где-то еще что-то. То есть, типично она... Подожди, а я же сейчас обцарапал машину, нет? А что, она не того? Я же обцарапал ее, ну-ка. А, чуть-чуть портится, но еле-еле. Эй-эй-эй-эй-эй. Не, ребят, не знаю, как работает эта фигня. По скорости машина, ну, как вам сказать? Ну, как спорткар средненький по скорости. По управлению, конечно, понятно, что ее будет носить вдоль и поперек. Это не тот транспорт, чтобы мы входили в повороты как надо. А так, ребята, что вам сказать? Не все понятно, не все работает так, как я думал. Но, тем не менее, я думаю, можно. О, уже лучше, уже движок видно. Ух ты, какой движок, смотрите-ка, ребята. Да, не, на самом деле машина неплохая. Но проблема, конечно, в том, что управляется она не очень хорошо. А это, конечно, как вы понимаете, основное, что нам нужно. Возможно, есть какие-то манипуляции, с помощью которых этого можно избежать. Но давайте пока оставим. О-о-о-о, нифига там бампер полетел. Но она хоть как-то разрушается. Правда, не мнется практически. То есть, все новые тачки не мнутся. То есть, от них отлетают детали, они царапаются, но не мнутся. Привет. Прошу прощения. Пардончик. То есть, как-то так. Ладно, давайте тогда на этом и закончим. В общем-то, поехал я назад на арену. А вы поддержите меня лайком. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И, конечно же, если я что-то не так делал или не то жал, то напишите. Потому что я так и не смог разобраться, как мне выпускать эти гребаные шипы или что там. Вы должны сзади вылетать у него. То есть, не работает почему-то. Возможно, если шипастые поставить и будет работать. Кто знает. В общем-то, вот такая вот фигня. А в остальном же, ну, транспорт как транспорт. Дорого очень. То есть, конечно же, очень дорого, ребята. Такой транспорт должен стоить, ну, по сравнению с тем, который бутафорский. Ну, 1700, я думаю. Ну, не лям 400. Это уж точно. Это уж ни в какие рамки не лезет цена. Ну, так все тачки сейчас стоят. Руки выкачивают с нас деньги. Игровые. Честно вы заработали, не честно. Это уж их не интересует. Хотите, покупайте, не хотите. Всего хорошего. И вам всего хорошего, ребят. Пока.